Вторая часть курса всемирной юридической истории посвящена формированию и развитию современного государства в Англии, Великобритании, США, Франции и Германии. Почему я выбрал именно эти страны? Потому что именно в развитии этих стран лучше всего проявляются основные закономерности возникновения и эволюции современного государства. Причем проявляются в различных вариантах. Мы видим, что в Англии, а потом с 1707 года в Великобритании современное государство развивалось из государства средневекового, феодального, развивалось постепенно. Мы видим, что в Северной Америке современное государство формировалось на чистой почве, без прошлого, формировалось на основе модели, искусственно созданной интеллектуалами-массонами. Мы видим, что во Франции современное государство сформировалось в течение XVII-XVIII веков, но оно было разрушено, французской революцией 1789-1795 годов. И в этой стране современное государство формировалось заново в начале XIX века в процессе реформ Наполеона Бонапарта. Мы видим, что в Германии современное государство сформировалось в XVIII веке в рамках отдельных земель, отдельных государств, таких как Пруссия, Австрия. А в XIX веке формируется современное государство в масштабах всей Германии и возникает Германская империя. Точно так же эти страны показывают все основные варианты формирования и развития современного права. Мы видим, что в Англии современное право формируется из права феодального, формируется постепенно. Мы видим, что в Соединенных Штатах современное право формируется также на чистой почве, заимствуя те или иные правовые ценности из бывшей своей митрополии Великобритании. Мы видим, что в Германии современное право формируется сначала в рамках отдельных земель, а потом в XIX веке оно формируется в масштабах всей Германии. Мы видим, что здесь возникает Гражданский кодекс в конце XIX века. Он будет введен в действие 1 января 1900 года, и он действует до сих пор, претерпев, конечно, модернизацию. Точно так же до сих пор во Франции действует Гражданский кодекс 1804 года. Естественно, в него были внесены изменения, но в целом это тот же кодекс, который был принят более 200 лет назад. Мы видим, что Соединенные Штаты показывают особой модели кодификации, показывают образцы так называемого модельного кодекса. Единообразный торговый кодекс – это модельный кодекс, который был призван урегулировать в федеративном государстве, где Штаты обладают очень большой законодательной властью, самостоятельной, независимой от власти федеральной. Он был призван урегулировать торговые отношения в масштабе всей страны. Точно так же создается модельный уголовный кодекс. Пример Соединенных Штатов для нас очень интересен, потому что наша страна тоже федерация. И очевидно, что в условиях федеративного устройства право развивается по другим закономерностям, отличным от тех закономерностей, по которым оно развивается в унитарном государстве. Мы видим, что эти страны показывают и различные варианты эволюции современного государства. В Англии в результате славной революции государство фактически превращается в корпорацию, контролируемую финансистами. Амстердамские финансисты осенью 1688 года наняли Вильгельма Ранского со своим 20-тысячным корпусом штат Гальтера Нидерландов. И Вильгельм Ранский захватил Англию, вторгшись со своим корпусом и стал новым английским королем Вильямом Третьим. И мы видим, что это государство в XVIII веке начинает вести себя именно как большая производственная корпорация. Разворачивается экспансия вовне, во внешний мир. Мы видим, что Соединенные Штаты тоже к началу XX века превращаются в корпорацию. И создание Федерального резерва в 1913 году знаменует как раз окончание этого процесса. Мы видим, что Германская импера развивается как военизированное государство. И в XX веке превращается фактически в государство особого типа, партийное государство. Партии действуют во всех развитых странах, но эти партии скорее отражают разделение правящего слоя на ряд группировок. И представляют собой части избирательного механизма. Но партийное государство это не просто партия, которая захватывает доминирующие позиции в государстве. В партийном государстве партия является частью государства. Частью государственного аппарата. Происходит слияние партийного и бюрократического аппарата. это особый вид государства. Мы видим, что в 20 веке современная государственность, которая длительное время развивалась как государственность национальная, она подчиняется мировой олигархии. И две мировые войны, две мировые войны, это как раз во многом результат действия этой мировой олигархии. С точки зрения мировой олигархии, эти войны были грандиозными коммерческо-финансовыми операциями, и они привели к невиданному, небывалому обогащению этой мировой олигархии, усилили ее позиции. И в настоящее время, безусловно, эта мировая олигархия доминирует на мировой арене. Она настолько сильна, что может расправляться с отдельными национальными государствами, даже со всей Европой. Мы это видим сейчас. Какая расправа происходит с Европой, со старой европейской цивилизацией. Очевидно, что все процессы, о которых я буду говорить в своих лекциях, они изучаются во всеобщей истории, или всемирной истории. Но всемирная юридическая история это совершенно другая наука. Она не повторяет собственно всеобщую историю, всемирную историю. Она представляет собой юридический взгляд на те самые события, которые изучаются во всемирной истории. И эти события высвечиваются совсем другим смыслом. С точки зрения всемирной юридической истории, буржуазной революции в Англии 1640-1660-х годов, во Франции 1789-1795 года не были революциями буржуазными. Историки обычно связывают с этими революциями формирование современного государства в этих странах. Но с точки зрения всемирной юридической истории, современное государство стало формироваться и сложилось еще до этих революций. Мы видим, как в Англии в 16 веке феодальное государство, представляло собой частную корпорацию, которая считалась принадлежностью короля и магнатов, и поэтому обозначалась термином королевства. Мы видим, как эта частная корпорация превращается в корпорацию публично-правовую. Мы видим, происходит институциализация королевской власти, появляется доктрина двух тел короля, и король представляется не только в виде физической персоны, но и в качестве политического института. Мы видим, что то же самое происходит и во Франции. Чем же были тогда эти так называемые буржуазные революции? Они были реакцией на это формирующееся современное государство в Англии и во Франции. они разбили это современное государство. В Англии в конце концов современное государство восстановилось еще в ходе этой революции. И революция окончилась, как ни странно, возведением на престол сына казненного короля. Во Франции это государство восстановилось уже после революции благодаря реформам Наполеона Бонапарта. С точки зрения всемирной юридической истории многие события всеобщей истории получают совсем другой смысл и даже получают объяснения, которые не могут дать историки. Ну вот маленький пример. В гражданские войны, которые разразились во Франции летом 1642 года обе стороны и сторонники короля и парламентская оппозиция воевали под одинаковым лозунгом за королевскую власть. Как это объяснить? Объяснение как раз дает всемирная юридическая история. Мы видим, что революции представляли собой не только крушение старого порядка, не только битву на полях сражений с помощью оружия, они представляли собой еще и борьбу юридических аргументов, противоборствующие стороны желали склонить на свою сторону население страны и очевидно они должны были убедить население страны в легитимности своих притязаний, в легитимности своей власти и поэтому неизбежно эти революции сопровождались борьбой юридических аргументов издавалось огромное количество различных юридических трактатов и вот мы видим что парламентская оппозиция которая подняла войну против короля конечно нуждалась в оправдании с юридической точки зрения этой войны в глазах населения и в качестве оправдания была использована доктрина двух тел короля парламентская оппозиция изобразила что она ведет борьбу против Карла как физической персоны за королевскую власть и поэтому и возникла такая странная гражданская война юридический подход помогает понять и французскую революцию совершенно другой стороны неожиданной мы видим что эта революция также сопровождалась не только разрушением но и созданием новых юридических доктрин я их буду рассматривать в своих лекциях всемирная юридическая история это совершенно новый взгляд на всеобщую историю на мировые события но вместе с тем это и окно едва ли не единственное в программе юридического факультета окно в мировую культуру невозможно стать юристом высококлассным не зная достижений мировой культуры в курсе всемирной юридической истории мы стараемся рассматривать анализировать лучшие образцы этой мировой правой культуры поэтому этот предмет необходим не только для общего культурного развития но и для профессионального развития будущих юристов у мирового 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 культуры